В Ярославле сменился состав областной общественной палаты. 12 марта ее члены соберутся на первое заседание. Над чем предстоит работать, какие вопросы решать, об этом и не только. Говорим сегодня в программе на повестке дня. Я Илья Барабанов. Здравствуйте, мой гость или собеседник. Мне так больше нравится. Сергей Соловьев, председатель общественной палаты Ярославской области. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, возможно поздравить, выборы позади. Выборы членов общественной палаты состоялись, как вы прекрасно знаете, по трем спискам. Это список, который утверждает губернатор Ярославской области, это список, который утверждает Ярославская областная дума и третий список это те члены палаты, которых первые два списка выбрали в свой состав. Поэтому такая система многоступенчатая и позволяет такой многоступенчатый и качественный отбор произвести в члены общественной палаты. Я пока не хочу, да уже и не попаду. А если захочу, и как попасть? Сейчас, конечно, вы уже не попадете. Вот я про это, да. Через три года вы спокойно подаете заявление, выбираете, значит, общественную организацию, которая, соответственно, вас выдвинет, потому что как физическое лицо нельзя подать документы. Если общественная организация, региональное отделение федерального уровня, то, соответственно, подаете в список губернатора. Если областная общественная организация, то, соответственно, в список думы. Если местная общественная организация, городская, например, то, соответственно, в третий список. То есть нужно найти организацию, которая вас выдвинет прежде всего. И дальше уже будут выборы, соответственно, отбирать лучших в общественную палату. Сергей Сергеевич, в принципе, в самом названии уже все прописано. Из самого названия все понятно. На общественных началах все происходит. Конечно. В чем, собственно, интерес? В какой-то своей принципиальной позиции к тому или иному вопросу? Ну, в том числе, это, во-первых, и принципиальная позиция. У нас в палате люди совершенно разных отраслей, разных профессий. То есть это учителя врачей. К этому вернемся. Да, к этому вернемся. Но тем не менее, то есть люди... В чем интерес? Вот зачем вы там? Зачем я? Я представляю, ну, я как руководитель крупнейшей областной профсоюзной организации. Соответственно, площадка общественной палаты позволяет мне продвигать те вопросы, которые необходимы. Это и повышение заработных плат, это защита прав интересов трудящихся. То есть это орган, который дополнительно расширяет возможности... И ваши полномочия. Ну, не полномочия, а возможности лоббировать, ну, по сути, в хорошем смысле лоббировать те или иные интересы той или иной общественной организации. Также в палате есть представители работодателей, крупнейших объединений работодателей. И для них это тоже интересно. Позволяет более близко общаться с профильными департаментами из руководственной области. Кто вы, общественники, возрастной разброс, представители каких сфер, если вот не дотошно по профессиям? Такой хороший разброс, есть и молодежь, представители молодежи, студенчества даже. Ну, сколько лет? Примерно. 20-22. Ну, есть и заслуженные наши люди, наши коллеги, например, Трусов Амдалимович, он будет, наверное, открывать Ахунов, он будет открывать заседание палаты, как самый старейший, самый мудрый член общественной палаты, что по закону и считается. То есть вот такой вот у нас возрастной. То есть люди среднего возраста, люди, ну, совершенно разные люди. Тут трудно как-то говорить, что... Конечно, не палата, где собрались почетные старцы, как раньше было принято говорить. Не палата лордов. Не палата лордов совсем. То есть это разный спектр совершенно активнейших людей, то есть не пассивных, а именно активных. То есть здесь даже, в принципе, в большинстве своем те люди, пусть даже, безусловно, глубоко уважаемые и в возрасте, тем не менее, но тем не менее, опять же, они не потеряли свои энергичности. Это главный принцип был, чтобы член палаты активно участвовал, значит, в деятельности, не только палаты, в деятельности области, в принципе. И я озвучивал свою позицию по тем или иным вопросам, политическим, экономическим, культурным. То есть вот это главный принцип. А чаще что, какие вопросы, какие сферы удается охватывать? Все-таки больше это политика или там поближе к нам, к людям? Поближе к нам, к людям, как говорится, потому что политика это отдельная история. Это выборы, да, потому что общественная палата не может в стороне остаться от выборов. Любого уровня. Я имею в виду в качестве формирования корпуса наблюдателей. Но прежде всего, это те вопросы, которые у людей войнуют, которые у нас проявлялись. Например, когда возникла проблема мусора, мы активно собирались, общественная палата, и занимались, и обсуждали. И новую экологическую политику, которая была презентована, это во многом эксперты общественной палаты и сформировали. Сейчас, например, было озвучено, что всем детям должны, значит, дошкольного, ой, ну, младшего школьного возраста обеспечивать горячим питанием. Мы организовали мониторинг, значит, горячего питания. Несмотря на то, что, значит, в школы, понятно, доступ пограничен, но мы нашли рычаги, как это можно сделать. Ну, а вот, например, вы как общественники контролируете рост цен. Сейчас это даже уже на уровне федерального правительства обсуждается. Есть конкретные поручения, данные господина Мишустина. Ну, а вот вы ведь тоже, знаете ли, можете все это контролировать? Ну, видимо... И докладывать, как бы следует. Видео мониторинга, конечно. Различные виды мониторинга. Если будет необходимость мониторить цены, мы будем, значит, соответственно, мониторить цены. Пока такая... Пока такой задачи нет. Пока такой задачи не стояло. Мы больше качества, значит, мониторили качество услуг, предоставления детских, различных. Сейчас спортивные площадки, которые у нас строятся по разным программам, будем мониторить в качестве безопасности этих спортивных площадок и качество их установки. Будет необходимость цены, значит, пойдем в магазин и будем переписывать, по сути, цены и сравнивать их с тем, что было. Но у вас все равно все, что есть, соответственно, за это и цепляемся. То есть зимой это в первую очередь, особенно как в этом году, это уборка, конечно. Весеннее, летнее, скажу так, осенний период, это многочисленные ремонты, касающиеся и дорог, и общественных территорий, и дворов, да. Вот здесь часто прислушиваются, и вот на ваш взгляд, я скажу так, как в прошлом главного общественника, ну и вполне возможно, что вы сохраните этот пост и в предстоящем, скажу так, общественном сезоне, кому больше нареканий и каких? Вы имеете в виду к власти? Ну, я имею в виду, что и к власти может быть, где недоконтролировала, и к подрядчикам, которые не совсем адекватно слышат, а может быть даже и принципиально не хотят слышать. Вот именно по ремонту дорог у нас есть профильная комиссия, которую у нас известный общественный контроль Игоря Чупадышев возглавляет, и он очень-очень внимательный, он очень принципиально и внимательно, его все знают, и подрядчики, и органы власти, и знают, что он человек профессиональный, и вникает во все вопросы. И он не один такой, он Тур Игоревич, у него комиссия хорошая, соответственно, по другим отраслям тоже здравоохранение, да, когда это необходимо было, у нас есть комиссия по здравоохранению, и там тоже высочайшие профессионалы, члены общественной палаты, и там прежде всего эксперты, их не обманешь, их не обведешь вокруг пальца красивыми словами, о том, что мы здесь закатались только асфальтом, они понимают, что это совсем не так. То есть вот именно качество общественной палаты прежде всего, это профессионалы. Главный редактор городского телеканала, что весьма приятно, тоже теперь в общественной палате. Нам тоже очень приятно, мы надеемся, что городской телеканал и общественная палата теперь будет еще чаще взаимодействовать и эту информационную деятельность которая совместно совместную которая палата и канал будет считать мы думаем может быть даже проекты придумаем и разработаем прежде всего легко информационные просветительские сергей сергеевич немного времени остается но я не могу этот вопрос обойти стороной выборы выборы ведь в сентябре и все так сразу вздохнули и вы и я но придется что называется потрудиться в правильном русле вот здесь наверное на вас тоже большие надежды не на вас лично а в целом на общественную палату работа когда уже начнется и с чего в принципе начинается вот рабочий процесс связанный именно с актуализацией или с активностью общественной палаты но самое главное что по закону по сути общественная палата является организатором независимого наблюдения на всех уровнях выбор в том числе и на выборы в государственную думу российской федерации за мониторинг это вы мониторинг и не то что мониторинг мы на каждый участок будем готовить независимых наблюдателей независимых смысле не партийных каждая партия которая участвует в выборах каждый кандидат они так по закону имеют право они имеют право не будут выдвигать но мы будем еще дополнительно как каждый участок закрывать минимум двумя тремя наблюдателями от общественной палаты которые будут смотреть профессиональными наблюдателями мы сейчас начинаем вот уже начали по сути Обучающие мероприятия для этих наблюдателей Чтобы это было именно профессиональные наблюдатели Чтобы не возникало вопросов Что выборы прошли незаконно, наблюдателей не было То есть за нами эта функция Подготовка наблюдателей, мониторинг Выборного процесса По сути, всем этим будем заниматься Вот это, наверное, самая главная задача На этот год прежде всего Избирком смотрит за одним Вы смотрите за другим Мы в том числе и за избирком смотрим Но тем не менее, ведь тьфу-тьфу-тьфу У нас в Ярославской области Все более или менее спокойно проходит Я думаю, да, потому что опыт у нас есть Мы смотрели за выборами, до выборами в Думу Да, тоже сентябрьские, кстати Которые были в сентябре Мы особенно массово смотрели за выборами По поправкам, ну не за выборами, за голосованием По поправкам в Конституцию Тем более в непростых условиях Непростых, и мы все участки закрыли наблюдателями Значит, поэтому все было Никаких вопросов не возникало о легитимности Этого голосования И наша главная задача, чтобы и в сентябре 2021 года никаких вопросов о легитимности голосования не возникало Спасибо огромное На мои вопросы отвечал Сергей Соловьев Председатель общественной палаты Ярославской области Вы смотрели программу на повестке дня Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.20 Программу также можно найти на нашем сайте ГТК.ТВ В студии работал Илья Барабанов Через мгновение начну подводить первые итоги дня Поэтому не прощаюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...